Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба Вязальной, где мы учим стремительному освоению вязальных машин с нуля. Сегодня я представляю наше изделие машинной вязки пояс из собачьего пуха. Собачья шерсть очень полезна при различных заболеваниях. Это одно из проверенных временем средств избавления от боли в спине при радикулите, остеохондрозе, заболеваниях почек, простудах. Пояс благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также нормализует давление. Наиболее благотворным эффектом владает грубая колючая шерсть, которая немного колется, тем самым содействует более обильному притоку крови к больному месту. Пряжа из такой шерсти несет в себе огромный запас энергии. Такие изделия полезны пожилым людям. Обычно собачью шерсть вяжут спицами, поэтому зачастую мы видим неумело связанные руками на коленники, носочки, на локотники, применяемые для лечения заболеваний. А ведь можно связать на машинке, и изделие будет ровным, красивым и точно по размеру. Но существует устоявшееся мнение, что пряжа из собачьего пуха и машинка – вещи несовместимые. Нити ручного придения действительно толще, чем могут взять современные машинки. Но, тем не менее, есть способы, позволяющие вязать собачью шерсть на машинах любого класса. Собачью шерсть для данного изделия нам предоставил магазин «Живая нитка», где существует огромный выбор различной пряжи из собачьего пуха. Этот пояс связан на машинке Silver Lee 250, и его можно повторить на любой вязальной машине, которая обычно не вяжет толстые пряжи. В моем уроке вы узнаете особые приемы, позволяющие вязать двусторонний пояс, которым есть шерстяная вставка, плотно прилегающая к телу за счет специального способа вязания и эластичного состава хлопковой нити. Края пояса не закручиваются, так как применен специальный рубчик. На поясе нет швов, он не утолщает фигуру, наоборот, немного ее утягивает. Пояс можно стирать, он не деформируется, так как связан очень плотно. Вы можете по этому же принципу связать изделие любого фасона, например, жилетку, лосина, но для этого надо брать более тонкие хлопковые ниточки, являющиеся основой изделия. Вы можете вязать пояс, используя липучки или другие застежки, если у вас фигура нестандартная и вы не хотите круговое вязание. Данный урок на многие годы избавит вас от вопроса, что подарить к празднику пожилому человеку, но и себе на случай простудного обострения хорошо бы иметь дома лечебные изделия из собачьей пряжи. Приобрести урок вы можете по данной ссылке. Я, Наталья Некрасова, жду вас на сайте Изба вязания, где я делюсь своим 20-летним практическим вязальным опытом.